Всем привет! Сегодня у нас видео будет на тему родительскую, семейную, такую взрослую уже. В связи с тем, что у нас очень много сейчас переехавших в Стамбул в частности, я живу в Стамбуле, буду говорить про Стамбул, в основном это и на всю Турцию распространяются правила. Много запросов по поводу школ, частных садиков, русскоязычных садиков и школ, если в этом резонда или нет, как это выбирать и вообще про вот эту систему образования. У меня раньше было парочка видео на канале про частные садики, особенности, как выбирать, как к этому подходу, какие-то тонкости. Я хочу, чтобы, если кто в этой теме заинтересован, если мое видео, например, попадет в какой-то чатик или в социальной сети, где мама этим интересуется, не поленитесь, пройдите на канал, посмотрите ссылки по поводу частных садиков именно. Но сегодня мы поговорим также о школах, какие особенности, на что нужно обратить внимание при выборе образования этого. Давайте сначала про выбор я вам расскажу. Смотрите, если вы переезжаете и у вас есть дети учебного возраста, школьного возраста или садиковского, садик попроще, школа, конечно, посерьезнее уже выбор идет. Смотрите, если вы переезжаете только и у вас еще на расстоянии идет выбор места жительства и школы, я бы вам посоветовала сначала выбрать учебные заведения и с ними определиться, затем выбирать свое жилье уже под эти учебные заведения. Потому что, во-первых, в Стамбуле пробки, есть сервис, это когда школьный автобус развозит, это отдельно оплачивается, доп. услуга такая и в частных школах, и в государственных тоже есть сервис. Но зачем ребенку трястись в пробках по часу-полтора до школы и после этим заниматься, когда, например, он может жить, ну, более-менее в шаговой доступности? Или когда, там, типа, оля, 10 минут, и, ну, условно, он может сам дойти, провожать можно. Это гораздо, это очень важный фактор, у вас не будет вымотанный уставший ребенок, и ему придется вставать в 6 утра, когда можно, например, в 7 или до 7.30 поспать. Вот это вот мучение, оно все, это очень важный фактор, чтобы ребенку в школе тоже понравилось. То есть сначала мы определяемся с учебным заведением, а потом мы ищем жилье, которое будет более-менее рядом с этой школой или детским садиком. Затем, по поводу языка. Как выбирать? Если вы заинтересованы оставаться в Турции на какой-то, ну, например, промежуток времени, типа, несколько лет, не говорю навсегда, но не на три месяца, не на полгода, или хотя бы, там, вот до одного учебного года, на два учебных года, три или, там, четыре, там, неизвестно у нас как, а давайте спокойно в школу с турецким языком, либо в турецкую школу, либо в государственную, либо в частную, неважно. Дети очень быстро учатся, они быстро набирают слова. Да, в любом случае адаптация, она везде будет очень трудная. И везде ему будет нелегко ребенку и в русскоязычной школе, и в турецкой. И если вы планируете задержаться в этой стране, если ребенок, тем более, будет продолжать учение, обучение, ему все равно нужен будет турецкий язык, и вы хоть куда плюньте, вы не можете оттягивать этот момент обучения его, или, ой, ну мы отдадим в русскоязычную школу, наймем репетитор, он будет еще и турецкий. Зачем создавать лишние проблемы, занимать время ребенка? Всегда опирайтесь при вот этом выборе, чтобы ребенку было хорошо и комфортно. Как будет лучше, как будет быстрее? Я вот как психолог вам скажу, адаптация, просто смена страны, она неизбежна. И отдавая в русскоязычную среду его здесь, да, вы где-то думаете проще, вы не проще ребенку делать, а себе, снимаете чувство вины и ответственности, а ребенку вы усложняете жизнь. Если ему нужно вливаться в социум, в коллектив, в общество, так сделайте это сразу, пока переезжаете, скажем так, отрезая это, кладите, кидайте, я хотела сказать, отдавать его сразу в турецкую среду, чтобы учил язык. Ему так будет проще, он адаптацию эту в один момент происходит, не растягивайте стресс его на дольшее время. Еще по поводу языков, да, не так много, если вы могли понять, вот по Стамбулу, в частности, говорим, да и в Анталии тоже, небольшой выбор частных школ с русским языком. Их можно пересчитать по пальцам двух рук в Стамбуле, крупный самый город, да, потому что, ну, нет здесь огромной такой востребованности. Давайте будем честны, здесь в стране живут на своем языке, говорят, и русский язык не английский, все с английским попроще, естественно. Этот язык особо здесь не нужен и не востребован. Это чисто вот для детей, которые переезжают, адаптацию проходит, их здесь на короткий промежуток времени находится. То есть, если вы едете на три месяца, на полгода максимум до года в Турцию, точно дальше не задерживайтесь, тогда вы можете отдавать в русскоязычный коллектив ребенку. Ну, в садик, вообще без проблем, ну, насчет школы уже можно как бы подумать, поразмышлять. Какая сейчас проблема? Такая, что учебный год начался, с сентября наборы у нас обычно идут, запись идет еще летом в школы, и они переполнены максимально. Сейчас я знаю директора школы русской здесь, и у них переполнение, они отказывают и в садике, и в школе выход, я не буду называния давать. И как частная школа, они уже не могут позволить размещение большого количества детей в своих помещениях. Это уже будет не уровень частной школы и так далее. То есть, сервис они уже не могут такой оказать. В общем, ну, это турки и Турция все равно. Здесь уже смотрят открываться, начинают новые какие-то заведения. Мониторьте эту информацию. Что хочу отметить по поводу поиска этого. Первое, это, естественно, главное, чтобы было удобно жить рядом по адресу вашему. Второе, чтобы ребенок не мучился, не ездил в школу. Второе, если он остается здесь в Турции какой-то промежуток времени, пусть идет, учит язык. Вот в школе все это получится, не волнуйтесь. Ребенку этот стресс в одно все в одинском компоновать будет проще. Да, тяжело, но поверьте, не намного тяжелее, чем он ему просто пошел в русскоязычную школу. Следующее, как выбирать школу? Здесь школы и садики выбирают ногами. То есть, вы выбираете, каждый в своем районе ищет. Никто здесь детей за 3-9 земель за 5 районов, чисто только потому, что русская школа детей в Стамбуле именно, в Стамбуле не возят. Почему? Это трудно, вам и вашего запала хватит на один семестр учебный. Вы потом взвоите пробки по 2-3 часа в одну сторону вы будете ехать, в другую обратно вечером. Это просто нереально физически. Поэтому гоняться за русской школой, я вижу, когда в соцсетях пишут, подскажите русскую школу, ребенку куда дать. Вы пишите сразу свой район. Если у вас там что-то или нет. Если, скорее всего, оно уже наполнено детьми, уже не возьмут, скорее всего, места просто для ребенка нет. Тогда выберите хорошую, классную турецкую школу, частную или государственную. Государственные здесь тоже есть очень хорошие. Очень важны здесь рейтинги в школах, на это обращайте внимание. Смотрят ногами. Это что? То есть, если мы даже садик выбираем, школы, и, кстати, здесь немало, если мы берем... Узель – это частное образование. Узель – это что-то частное. Частную систему образования. Мы про год сегодня уж совсем затрагивать не будем. Вы просто приходите в школу, максимум дозвониться до садика или до школы и взять встречу для того, чтобы вам показали садик и школу. Вы идете туда и смотрите. Если бы мы мимо шли, гуляли, например, с коляской с ребенком, а вам ребенка надо в садик отдавать или еще один есть постарший, которого надо отдать, заходите смело в школу. Если директор на месте, вам тут же сделают эту экскурсию, встречу брать не нужно. Как правило, директор очень часто, в основном, всегда в садике находится, все контролирует в частных садиках. Очень часто в частных садиках говорят на английском языке, объясниться, как это можете. Не везде, конечно, но в основном. Потому что в частной системе образования английский язык ведущий, вот у меня ребенок ходит в частный садик, и в садике есть в каждый день час английского языка. Это не заслуга, конечно, садика совсем, что она дома слышит английский язык. Мы с мужем стараемся практиковать между собой английский, потому что мы поняли со временем, наш английский проваливается, когда мы говорим на турецком. Мы стараемся больше на английском, конечно, чтобы практика была. Она это все слышит, она теперь спокойно начала говорить на английском языке. Малышу, она понимает прекрасно вообще все, мультики на английском смотрит, но теперь еще и говорить начала. У нее барьер именно преодоления это произошло. Это не заслуга прям садика, но у них есть учитель, приходящий англичанин, который с ними каждый день по часу, ну, по 40-30 минут занятия, ну, 30 минут занимается с ними. И он еще с ними общается в быту, просто вот прошло занятие, урок, он с ними там еще по садику что-то ходит, какие-то игры с ними, играет, песенки поет, а так, то есть общение именно у них происходит. Как вы знаете, мой ребенок говорит не на одном и двух, а на трех языках. И пришло время, когда у меня стал вопрос, я хотела бы проконсультироваться, стала интересоваться этой темой по логопедии, вообще по развитию речи. Мне хотелось узнать, какой уровень моего ребенка, есть ли ошибки, если да, то какие, как с этим работать, вообще что с этим делать. И я познакомилась с онлайн-школой «Новатор». Я записала своего ребенка на пробное занятие для анализа, аналитики, что вообще, какие есть ошибки. Я вообще, честно говоря, думала, что, ну, довольно-таки трудно, да, логопеду, может быть, заниматься онлайн с ребенком, но, казалось, все очень возможно. Там есть классная программа, и музыка играет, и интерактив идет, и ребенок у меня вообще не замечал, что происходит некое, назовем так, обследование, с ним просто общались, приятно играли. Я хочу отметить, что мне очень понравился педагог, который работал с моим ребенком. Это было так гладко, так в строчку, без какого-либо давления, очень позитивно. Мне даже это услышать было очень приятно. Я просто находилась рядом, слушала, как все это происходит, и даже мама, я все это контролировала все равно. Так что я вам тоже хочу посоветовать. По промокоду Галюша Ива внизу я оставлю в описании под видео все, и ссылку оставлю. Вы можете, как и я, записаться на пробное занятие с логопедом, протестировать, посмотреть вашего ребенка. И там еще будет скидка 20% на приобретение пакета каких-либо занятий, услуг. Не только логопедия есть, у них на сайте еще очень много информации. Подготовка к школе, математика, письмо и так далее. Вот занятия с логопедом, творческие занятия есть. Это очень удобно, там малые группы, до трех человек происходят занятия в Zoom. Мой ребенок очень заинтересовался, и у меня осталось очень классное впечатление, я очень довольна. Проходите по ссылке, посмотрите в описании, подключайтесь. Я еще хочу отметить, для тех, у кого есть карточка Тинькофф банковская, там предусмотрена рассрочка по оплате платежа. Можно оплатить долями, каждый месяц у вас карточки будут считываться средства, то есть не обязательно все сразу оплачивать. В общем, у меня самые лучшие впечатления остались, и особенно я бы хотела порекомендовать мамам, у кого дети говорят на двух и на трех языках. Вам это будет очень полезно, такое занятие. Посмотреть средств специалиста, который здравым, скажем тогда, свежим профессиональным взглядом, посмотрит на навыки вашего ребенка, что-то подметит, и вы уже сможете, например, с педагогом дорабатывать это, над этим работать. Крайне полезная информация. Так что ссылочка в описании, проходите, регистрируйтесь, записывайтесь на пробное занятие. Не бойтесь отдавать своих только что переехавших детей, потому что здесь турки очень любят детей. Неважно, здесь особо вообще не бывает каких-то распри, национальности, гонений каких-то и тому подобное. Здесь все дети общие, здесь всех детей любят. Я за всю практику свою, чтобы прям какая-то гнапешка была, это максимум. Честно, вот я и без приукрас, что могла слышать. Это когда русскоязычные смешанные садики, и там какие-то педагоги, например, из стран СНГ и так далее, там прогнобежку в таких садиках я слышала. По какой-то национальности, откуда ты приехал, какая-то личная неприязнь персональная у человека, может быть. Я такое слышала. Это тоже крайне редко. Поэтому, если вы боитесь отдавать туркам, они ребенка не поймут, господи, дети будут договариваться быстрее, чем вы. Язык жестов, общения, не волнуйтесь, здесь детей не обижают. Если вы подали документы в школу, ребенок начал ходить в классе какие-то конфликты про национальность, что-то такое, здесь это вообще запрещена история. Здесь это, назовем так, подсудное дело, здесь на это обращают внимание. И сразу ребенка фиксируем, идем к директору и говорим, а не важно, как он в языке вообще общается. Берите переводчик, если вообще не на английском никак. Про турецкий я, конечно, молчу. Короче, эта тема должна не замалчиваться и убегать со школы, а оставаться в школе, идти к директору, выяснять, вызывать родителей этих детей. Эта тема поднимается. И здесь не принято это. Здесь еще очень важна психотравма, реклама школы, рейтинги. И неважно, государственная или частная школа, на рейтинге очень обращают внимание. Так что, короче, не замалчивайте, если у вас такие проблемы бывают, пожалуйста. И еще хочу отметить, что если у вас стресс про переезд, вы очень как оголенный нерв, и, может быть, вы где-то надумываете и притягиваете историю про гнобежку, может быть, этого нет и частного отношения. То есть это тоже сначала быстро не наезжайте, не агрессируйте, дайте время устояться ситуации, разберитесь, а потом выясняйте отношения. То есть можно попасть в такую ситуацию, что как-то различие культурное, каких-то переводов или еще чего-то, недопонимание произойдет, и вы подумаете, что это какая-то там распряг, гнобежка происходит, какие-то там трения и тому подобное. В общем, просто всегда держите голову в холоде, как говорится. Плюс какой, когда вы приходите на рандевую навстречу, вам называют сумму за оплату, за садик, за школу за год обычно, за садик, за по месяцам, все топ-услуги, питание какое, одежда там, КРТАСИ, это сборная канцелярия происходит, сервис развоз, например, все это называют. Не забывайте, вы имеете право торговаться в Турции. Ну не так типа дайте скидку, ой, у вас такая классная школа, нам очень нравится. Ну знаете, я бы мог платить в месяц, например, не столько на тысяч там лир, а вот столько там, например, на тысячу дешевле. Но в итоге где-то на 500 лир вы можете сторговаться, договориться, вам где-то уступят. Плюс еще, если вы идете по рекомендации от соседей, знакомых, родственников, кто-то уже ходит в этот садик или в эту школу, там тоже автоматически вам будет какая-то скидка. То есть это уже располагает очень сильно к торгу директору садика или школы. Всегда приятно это слышать, что их рекомендуют. То есть вы уже, он видит, вас не надо окучивать, приходите, приходите, рекламу делают. Он уже знает, что вы с позитивом идете, что с запросом. То есть он к вам уже расположен, и вам можно выгадать, скажем так, условия, какие-то скидки уже получше. Ну, например, можно сказать, что у меня там знакомые уже ходили. Очень часто так только делают. Типа сейчас нет, чтобы не проверить. Это новость в прошлом году там выпускались, о, мне так нравилось. Вот в таком роде можно, скажем так, приврать, приукрасить ситуацию. То есть всегда будет очень приятно, и вам пойдут на уступки. Про частные государственные школы поговорим. Да, в государственных школах дофига детей в классах, как правило, очень много. Но это очень сильно еще зависит от педагога, от учителя. Здесь как на врача идут, на парикмахера, так и на учителя, на педагога в школах. Если хороший классный руководитель, хороший там учитель, то он справится с любым количеством детей. Поверьте, его будут открыв рот сидеть и слушать. У меня есть такие примеры у моих знакомых. Это от количества детей в классе, в государственной. Пусть вас не пугает. Главное, чтобы учитель был хороший, он найдет подход. Потому что здесь учителя к этому обучены. Они знают, как работать с большими массами. Не 20 детей, а 35, например. Мне саму эти цифры довольно-таки пугают. Но практика показывает, и учителя умеют с этим работать. Здесь есть классные частные школы. Есть тоже частные, и не очень. Обязательно смотрите рейтинг отзывов в Гугле. Здесь очень важна репутация. Все вот это вот по отзывам прошерстите. Не стесняйтесь спрашивать ваших соседей, даже по-английски. Если вы только переехали, видите, дети куда-то в школу, у соседей сервис утром забирают, куда-то ходят. Подходите, спрашивайте, а куда ходите, в какую школу. А можете посоветовать? Без проблем. Здесь местные всегда будут рады в этом плане помочь. Ну, если вы там в адекватном месте как бы доживете, адекватные люди, они очень рады помогать. Турки очень такие отзывчивые. Спросите у соседей, куда их дети ходят, в какую школу. Вы уже с соседскими детьми своего школьника нового можете отправить. Они уже там за него условно помогут, расскажут. Вообще без проблем. Есть, я не буду тоже марки, названия фирм, школ давать, где хорошие, где нет. Почитайте в Гугле, вы все поймете отзывы. Есть сети, которые не очень сейчас популярностью пользуются. У них не очень отзывы. Не зря они такие. Прислушивайтесь. Как правило, в интернете не куплены какие-то отзывы. Или там с горяча написано, очень даже действительные. Минусы опасности частной школы в Турции. Дети, старший класс, средний класс и постарше, про маленьких там нет смысла говорить, подростки, они очень часто садятся учителям на шею. Им все можно. Бывают стычки в классах такие. Кто-то побогаче, кто-то победнее. Вот это вообще их возраст подростковый, соперничество. Кто звезда в классе, запервенство. Вот это вот все гормональные истории. Учителя не влазят очень часто вообще в конфликты. Потому что все приходят сюда на общих правах, платят деньги. Клиентов в школу терять не хочет. Мусор из избы выносить не хочет. Конфликты, как правило, замалчиваются или преуменьшаются, не решаются, межличностные я имею в виду, и стараются так, чтобы конфликты, ну, кто-то из какой-то страны конфликтующий сам ушел из школы. Они не будут держать при этом, чтобы если устраняется один из участников конфликта, конфликт как бы заканчивается. Все, живем дальше. Но разбираться, выяснять никто этим заниматься не будет. Имейте в виду. Если мы берем государственные школы, вот я сказала, да, много детей, может быть. Здесь есть такая категория, назовем, элитных государственных школ. Это школы. Вы сразу увидите по внешности школы, по убранству, по классам, по учителям, как они себя ведут, как общаются с детьми, если вы придете на экскурсию. Вы все это почувствуете, такую школу сразу. У нее очень хороший рейтинг будет высокий в Google, в интернете, в отзывах всяких. Это государственные школы, где директор все держит хорошо. Там очень важны рейтинги успеваемости учеников. Сильные классы, как правило, направленность. Математика, физика у старших классов, биология и так далее. И эти школы в России бы назвали лицей, где повышенные знания, где детей, назовем так, гоняют за знания. В хорошем смысле. И дети из частных школ, очень часто родители пытаются запихнуть в государственную школу такого типа. Если у вас по месту жительства, в вашей прописке такая школа есть, да спокойно идите в такую школу, не идите в частную. Не важно, где он турецкий язык, ваш ребенок будет учить в частной школе или в государственной, в такой, везде он турецкий язык одинаковый. Не платите вы там деньги. Многие турки мечтают попасть вот в эту государственную школу. У них прописка, например, не позволяет. Там кучу всяких лазеек находят, как туда залезть. И в этих школах государственных там немаленькие поборы на сервис, на питание там хорошее, на книжки, картаси, там всякая канцелярия и все прочее, как читать в частной. Ну там раз в год это платится, все такое. То есть вы почувствуете эту школу сразу. Это как лицея. Там все очень, короче, чинно-благородно, но это государственная школа. Система образования одна и та же, как и в других государственных школах. Директор другой. Важны рейтинги учителей. Вот здесь учителя, вы такие, знаете, как сказать, вылизанные, правильно общающиеся, ну в основном, не могут за всех говорить, с детьми, находят подход, умеют общаться с классом со всем, давать правильно знания, заинтересовать детей. В общем, ничем не хуже, чем частные школы, вот такие государственные. Я про Стамбул в частности говорю. Эти школы очень крутыми считаются. Они есть не в каждом районе. Это надо по рейтингам, по отзывам. Кто-то сказал у кого-то куда-то ходит. Но это вот надо обрастать контактами. Поэтому поспрашивайте своих, вот кто только переезжает, соседей. Не стесняйтесь, подходите. Никто здесь против не будет. А где у вас государственная хорошая школа? Или просто, если вы идете по прописке просто в госшколу, спросите у садиков, а отзывы есть? А вот ваши дети ходят в эту государственную? А какие там, может что-то они вам сразу ответят? Что там плохо? Что там хорошо? Почему, например, соседки на дочке или мальчик не ходят в эту школу, а ходят вот в другую, в частную, тому, что там. То-то было. И так вам все это выложат быстро. Поэтому просто главное, не стесняйтесь контактов, выбирайте. Вообще, как мать здесь живущего, имеющая ребенка с вот этой системой образования, сталкивающейся и вообще знаем законы поведения и все прочее, я просто хочу выделить несколько моментов. Первое. Если в садике, в школе конфликты на какой-то национальной еще почве, еще в чем-то, никогда не замалчиваем, идем это в публику, обсуждаем. Школы боятся любые понижения своих рейтингов, это частная школа, садик, или вот государственная крутая, она вообще боится понижения рейтинга. Второе. Как правило, запомните, не любят выносить ссоры за сбы, любят заминать конфликты, чтобы не понижались их рейтинги. Поэтому защита за вашего ребенка на ваших плечах и руках. Третье. Не старайтесь, если конфликты, убегайте с садика и школы, менять их. Садики окей, меняйте, без проблем, их дофига вообще навалом частных, маленьких, крупных, под себя поищите. А вот со школой это как бы потруднее. Максимально выводите на общественность свою проблему, не бегите с школы, пусть школа находит компромисс в вашем вопросе. Может, какой-то другой класс переведутся, что-то в общем, как-то вопрос этот решится. Не переживайте так сильно за ребенка. Это в плане стресса и всего прочего. Это ваш стресс, а не ребенка в первую очередь. Ваша ответственность, ваше чувство вины и так далее. И, пожалуйста, поддерживайте его, спрашивайте, как у него там дела, нравится ему или нет, что не нравится. Вот этот стресс переживайте, разделяйте с ним вместе. Если вам ребенок приходит и говорит, ну, мне просто не нравится, я скучаю по своей родине, по своим друзьям, это нормально. Это не говорит о том, что надо ту же забирать его из школы, переводить в другую. Это будет в каждой школе такое. Не реагируйте сразу переменной, кардинальной сменой места и что-то в таком роде. Можно решить проблему, скорее всего, будет по-другому. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Если вам нужна психологическая консультация, я психолог, то в инфобоксе остается моя почта. Пожалуйста, переходите там, на почту пишите, консультация, тема вопроса, по адаптации, тоже, пожалуйста, можем с вами пообщаться. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, и я считаю, что видео очень полезное. Пожалуйста, отправляйте его в соцсетях, в группах всяких, делитесь этой информацией. Я снимала для того, чтобы у людей оставалось меньше вопросов, им было проще сделать свой выбор. Спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok